Добрый вечер, в эфире ОРТ, программа «Здесь и сейчас». На фоне шпионского скандала между Россией и США, министр Иванов, министр иностранных дел Иванов, сделал еще одно резкое заявление. Он сказал, что Россия в самое ближайшее время поставит вопрос на Совете Безопасности ООН о строгом выполнении резолюции по Косово. Цитирую министра. «Лидеры албанских сепаратистов не скрывают своих намерений вывести Косово из состава Югославии, а на территории края фактически происходит еноцид». Конец цитаты. Очень согласен с министром Ивановым. В минувшее воскресенье албанцы подожгли 50 домов сервов только за один день. Убили профессора Причтинского университета, изуродовали членов его семьи. Сотрудники КФОР, военные, стояли и смотрели, наблюдали за этим и не вмешивались. Здесь сейчас начальник главного управления военного международного сотрудничества Министерства обороны, генерал-полковник Леонид Ивашов. Леонид Григорьевич, добрый вечер. Прошло довольно много времени после этих страшных бомбардировок. Сейчас был Стамбул, когда так все обсуждалось. Точнее, много говорили о Чечне, чтобы не говорить о Косово. И оценивает тот наш прорыв, когда как-то нация вся воспряла, я имею в виду прорыв десантников в Косово. Что за это время Россия отыграла, что проиграла, на ваш взгляд, в Косово? Ну, я считаю, что ввод десантного батальона был в полном соответствии с правами России, которые вытекают из названной вами резолюции 1244. И Россия это право заявила и осуществила это право. Россия обеспечила себе достойное участие в постконфликтном процессе. И то, что наш батальон вошел, и Россия там сегодня присутствует своим контингентом, здесь существенное присутствие шляет, это как раз заслуга вот этого и решения, и этого рывка батальона. Но сегодня можно констатировать, что резолюция Совета Безопасности, которая обязательна для всех участников этого процесса, она не выполняется, прежде всего, странами НАТО. И само командование Кейфор, командование миротворческих сил, или сил международного присутствия, сегодня идет на серьезные нарушения этой резолюции. И, так сказать, миротворческие международные присутствия, миссия ООН во главе с Кушнером, они не столько, так сказать, выполняют или стремятся полностью буквально выполнить дух и содержание этой резолюции. Наоборот, они способствуют именно выходу Косово из состава Союзной Республики Югославии. Они не обеспечивают безопасность, как это, безопасность всех граждан, населяющих Косово. И вот то, что те факты, которые вы приводите, как раз свидетельствуют, что силы Кейфор, они этих обязанностей не выполняют. А скажите, это такая осознанная политика? Это не просто, что пехотинцы натовские, они вообще не способны, так сказать, справляться с такими отрядами албанцев? Просто по сравнению с тем, как, скажем, наша армия действует в Чечне, они вообще, ну, рядом даже. Да, вы правы. Здесь, конечно, дело не в тех солдатах и офицерах, которые непосредственно участвуют в этом процессе. И, кстати, у нас взаимодействие вот именно в тактическом звене между российским воинским контингентом и силами НАТО присутствующих там достаточно неплохое, будем говорить. Но дело, скорее всего, в стратегии Соединенных Штатов и НАТО. А кто-то может что-то изменить сейчас? Я думаю... Кто-то может сохранить целостность Югославия? Я думаю, что если и Россия, в том числе, и другие страны международного сообщества потребуют, во-первых, безоговорочно и, безусловно, выполнения требований резолюции 1244. Если все будут действовать именно в рамках взятых на себя международных обязательств по Косово. Ну, очевидно, что Россия будет одна. Все заняты собой. Ну, я бы не сказал, что Россия здесь одна. Есть международное сообщество. И есть даже члены Совета Безопасности, такие как Китай, которые принимали эту резолюцию. И, конечно, здесь консолидация определенных усилий нужна. Но сегодня получается так, что именно ведущие страны Запада во главе США полностью игнорируют суверенитет Косово. А это одно из непременных условий, записанных в резолюции. Министерство обороны и Министерство иностранных дел Нидерландов считают, что Голландия следует вывести свой контингент из Косово. И даже предполагают, что Россия должна усилить свой контингент. Мы готовы взять на себя тот сектор, который отдан голландцам? Да, мы готовы. Мы заявляли, это хельсинские договоренности между нами, американцами. Но нам их не отдают. Но сегодня созданы условия, и не только косовскими албанцами, созданы условия, при которых Россия не может войти в эту предназначенную ей зону ответственности. А то, что уйдут голландцы, не уйдут, это их право, их дело. Политическая составляющая наших сейчас отношений, вас и НАТО, то есть, когда начались бомбардировки, был указ президента соответствующий, все отношения были заморожены. В Косово, очевидно, идет какой-то политический диалог. Сейчас было объявлено, что возобновились заседания совместного постоянного совета России и НАТО. У нас улучшаются отношения с НАТО? Я бы не сказал, что отношения улучшаются. Дело в том, что мы разморозили отношения только в части взаимодействия по Косово. И заседания идут в части Косово. Да, и заседания идут только в этой части. Вот, кстати, на 2 декабря был намечен совместный постоянный совет России и НАТО на уровне министра обороны. Наш министр обороны участия не принимает. То есть, до этого не принял участие начальник генерального штаба. И вопрос о размораживании отношений зависит прежде всего не от нас. Ну, первое испытание – это наше взаимодействие по Косово. Насколько добросовестно будут натовцы выполнять свои обязательства. Во-вторых, мы не хотим, чтобы сотрудничество с НАТО было только для сотрудничества. То есть, создавалась какая-то видимость. Какие наши условия, если так коротко, четко? Коротко наши условия таковы. Надо, первое, выполнять основополагающий акт России и НАТО. И те три составляющих отношений, которые есть – это консультации ради консультации, обмен мнением, консультации для принятия параллельных решений и консультации с целью принятия совместных решений. То есть, нас не считают там партнерами? То есть, нас действительно не считают партнерами. И, может быть, НАТО сегодня выгодно просто иметь видимость этого сотрудничества, но отстранить Россию от участия в серьезных вопросах, в том числе и европейской безопасности. То есть, Россия как бы сотрудничает с НАТО, но Россия не вправе чего-то в Европе решить. Вомордировки НАТО – это решение, которое сейчас, так сказать, сторонятся политики стран НАТО, предпочитая в основном обсуждать то, что происходит в Чечне. Я думаю, что для многих наших зрителей, вот, все, что там происходило, это принципиально с той позиции, насколько, в принципе, возможно, что НАТО подобный сценарий в другой точке мира осуществит? Мой намек понятен. Вы знаете, в апреле НАТО, на саммите НАТО, принята была новая стратегическая концепция блока. И эта концепция, она идет гораздо дальше той Вашингтонской декларации, на основании которой был создан этот блок и определены задачи. И именно эта концепция, во-первых, расширяет зону ответственности НАТО, во-вторых, расширяет полномочия. В том числе, нельзя исключать, что НАТО применит такой же подход, как Югославия, далеко за пределами своей ответственности и против любого государства. Это исключать нельзя. В этом главная опасность нынешнего НАТО. Спасибо большое, Леонид Григорьевич. Я думаю, что один очевидный, может быть, даже позитивный результат развития международной обстановки последнего года-полутора, я имею в виду и бомбардировки Ирака, и вот эту операцию в Косово, это то, что нас заставляют формулировать свои национальные интересы, то, в чем мы себе так легко отказывали последние 10 лет. Гром грянул, пора начинать. Здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. «Вид» по заказу ОРТ.